Как вы считаете, кто должен в армии служить? Все. Люди. В смысле, кто? Ну вот, у кого есть желание или нужно всех загребать, не глядя вообще? Нет, если человек не хочет служить, то есть он найдет способ не служить, на самом деле. А законно? Не надо предоставить ему возможность? Вот нет желания, не ходи. Ну, тогда будет вахханалия вообще в стране, мне кажется. Думаете, никто не пойдет? Ну да, вряд ли кто-то пойдет. Я пошел. Ну, я просто знаю, это то, что таких, которые хотели пойти, их не взяли. Как правило, так чаще бывает. Меня тоже не хотели брать, но я уговорил там. Вот, ну, не знаю, то есть я об этом не думал, если честно. То есть я спокойный, то есть я проучился до 27 лет, то есть меня это никак не коснулось. Поэтому философствовать на такие темы мне не приходилось просто. Ну, все, кто может, и все военно обязанные, с 18 лет начиная, они должны ходить в армию. То есть вы считаете, что надо всех призывать, всех туда отправлять? Нет, не всех, смотря, может, кто в семье инвалид, ну, и с сыновей имеется в виду. Если там, например, семья состоит из мамы, сына и, не знаю, ну там, допустим, бабушки, дедушки, кормилица нету, то ребенка забирать не стоит. Вероятно, те, у кого много патриотизма, кто... Вот вы хотите в армию сходить? Нет, на самом деле, как бы, если честно говорить, я вообще считаю, что служба должна быть только контрактная. Ну, я согласен с этим мнением, потому что мне кажется, в принципе, достаточно людей, которые желают служить, а те, кто, скажем, хочет... Принуждают, да, так сказать. Да. То есть я считаю, что служба по принуждению, это как бы не очень-то адыбат. Все. У нас вот призыв начинает с 1 октября. Вот вы хотите в армию сходить? Ну, так 50 на 50. И хочу, и не хочу. Почему хотите, почему не хотите? Ну, хочу, чтобы получить военный билет, ну, просто чтобы он был. А не хочу... Многие говорят, что просто трата времени один год. Поэтому, не знаю, 50 на 50 у меня, лично мое мнение. То есть, кроме военного билета, человек больше ничего не приобретает, получается, да, сходив в армию в России? Ну, я думаю, приобретает. И какие-то самостоятельности. Ну, самостоятельность. Там очень любят самостоятельность. Вот, куда ни плюнь, там кругом одна самостоятельность. Ну, тоже какое-то испытание для себя. Так вот, у нас с 1 октября начинается призыв в армию. Как вы считаете, кто должен в армию служить? Молодые ребята. Тот-то хочет, я считаю. Я тоже так считаю. Вы не хотите? Ну, не то, чтобы не хотели. Ну, то есть, прям желания нету. Если придется, пойдем, но... А почему нет желания? Ну, не знаю. Я считаю, что армейское дело это не мое. У меня немножко по-другому мозги построены. Больше как-то в учебу хочется, нежели... Да и... Как-то... Ну, желания просто, наверное, нет. Наверное, те, кто хотят. Я считаю так. Ну, то есть... А вы хотите? Я уже не подхожу по возрасту. Но когда я учился, я думал, что скорее нет, чем да. Почему нет? Ну, скорее из-за общественного мнения, которое сложилось вокруг армии, что она неблагоустроена. То есть, пользы от похода в армию нету? Ну, да. То есть, когда я учился, условно, все, что я слышал, заключалось в том, что там люди, в общем, не знают, чем себя занять в течение времени. А те, кто по факту возвращались уже после службы... Ну, немногие, я слышал, положительно отзывались в том плане, что они провели время с пользой. Да я, если честно, никак не отношусь к призыву в армии. Вообще об этом не думаю. Ну, вот у вас были бы дети. Отправили бы их сейчас в армию? Вы знаете, я бы, наверное, подумала о том, что хотят дети. Если мой ребенок, мужчина, захотел бы в армию, то почему нет, если он хочет? А вы не боитесь за него? Ну, это его ответственность, какое мое дело, если ему 18 уже исполнилось. Он сам должен за себя бояться. Даже не знаю, как перевести, если честно. Хочет он в армию? Хочет твои дети быть там, да? Да. Нет. Он говорит, нет, не хочет. Ассустаться? Да. А вот он боится, да. Все? Те, кто хочет это делать. А вы не хотите? Ну, когда у меня стоял такой выбор, я принял решение, что нет. По отзывам друзей понял, что можно потерять время. Это как лотерея. Может, повезет и будет интересно и полезно для тебя, а может быть, наоборот, при этом и бесполезно. По контракту кто хочет? Я согласна с ней полностью. Я не думаю, что это является обязательным. И должны служить только те, кто этого хотят. То есть личное желание человека надо учитывать? Вот если он не хочет идти в армию, но по возрасту попадает и по здоровью, то вот как с ним надо поступать? Честно говоря, затрудняюсь ответить. Я не знаю, нужно ли учитывать. Сейчас никого не спрашивают, ведь забирают же всех, кого не попозже. Ну, конечно. У нас, в принципе, хватает людей, которые хотят служить действительно, и получать за это какие-то льготы и так далее. Зачем заставлять всех служить, непонятно. Я думаю, да, должны учитываться мнения человека. Если он хочет, пусть идет. Если не хочет, значит, не надо идти. Засловно, альтернатива должна быть. То есть всех загребать не стоит, да? Конечно. А вы сами служили в армии? Пиджаком. Ну, вот у вас больше хорошего или плохого про это? Ну, я бы сказал, 18 лет – это лучше идти служить, чем 22. А если вот назад вернуть, пошли бы сейчас? Нет, там делать уже мне нечего. Да. А для вас имеет какое-то значение, служил парень в армии, не служил? Да нет, в принципе. Никакого значения не имеет. Это зависит уже от характера человека. Ну, я думаю, что не нужно загонять, но нужно об этом как-то просказывать, популяризировать это, чтобы как-то люди были заинтересованы в этом. А так, чтобы загонять, ну, как бы в этом тоже есть что-то нехорошее, так сказать. То есть, по сути, призыв этот, он не нужен никому, да? Нет, он нужен, но к вопросу нужно правильно подойти. Вот у нас просто человек, сходив в армию, ничего, кроме военника, не приобретает. Ну, это уже вопрос к вооруженным силам, не к нам. Вот прошел год с того момента, как российские войска в Сирию вошли, как можно оправдать их пребывание там, вот такое количество времени? Если бы я хоть что-нибудь об этом знала, я бы вам сказала, а так я, если честно, даже ничего не знаю, поэтому ничего не могу сказать. В политику предпочитаю не лезть, это дела сугубо государственные. Ну, вы считаете, вот правильно, что там находится российская армия? Не пойми, чем там занимается? Ну, вот, знаете, если бы мы знали, чем она занимается, то, наверное, она должна была быть там. Может, она на защите мирных граждан, именно сирийцев. Так, честно говоря, я вообще не знаю, чем они там занимаются, но, скорее всего, не нужны. Так, если они там чем-то помогают, там, какую-нибудь благодетельность, знаете, занимаются, там, не знаю, помогают отстраивать, там, молодые бойцы наши или еще кто-нибудь. Наверное, наверное, нет, наверное, не нужны. О-о-о, я не знаю ничего про Сирию. Ну, я, как бы, не в политику. Ой, вы знаете, эти геополитические вопросы, это вообще такая тяжелая и сложная тема, как таковая. Я не могу ничего сказать по этому. Ну, с одной стороны, как бы, я не располагаю конкретными данными, насколько мы там длительно находимся. Этим должно заниматься государство, соответственно, они должны оценивать, насколько мы там длительно находимся, недлительно, какие цели все-таки государства. Что мы вообще там делаем? Зачем там русские? Россия большая страна, соответственно, как бы, чтобы на мировом рынке, на мировом уровне как-то поддерживать себя. То есть, я так понял, причина входа, это слишком большая она, Россия. Закон джунглей, так сказать. Не съешь ты, съедят тебя, поэтому... Не, ну вот там Америка воюет. Че, она без нас не справится? Ну, если Америка будет везде воевать, то, как бы, они будут продолжать прибирать все к своим рукам. Нам же тоже надо показывать себя. То есть, мы тягаемся со своей экономикой, которая на 40 каком-то месте, у Америки на первом месте. Как это... Ну, это, по-моему, нереально. Ну, я понимаю, но все равно... Главное участие. Возможно. Я не в правительстве, поэтому я говорю, что изначально как бы не могу оценивать, насколько правильно, неправильно, насколько долго мы там находимся. Правильно это был изначально шаг. По сути, мы ничего не знаем об этом, да, чтобы выводы делать. Конечно, для нас средства массовой информации доводят только то, что нужно. Наверху. А я, честно, не в курсе самой ситуации. Ну, то есть, не готов комментировать, потому что не разбираюсь. Я тоже как-то не вникаю. Вы знаете, я уже два года телевизор не смотрю, поэтому даже не могу сказать вообще. Там столько замешано и столько вещей, которые я не знаю. И я, в принципе, не обращаю, как бы сказать, внимания на те вещи и не забиваю голову тем вещами, на которые я просто повлиять не могу. Ну, если честно, наверное, никак. Войну вообще, в принципе, оправдать сложно. И тут мне сложно понять вообще мотивы вмешательства России. Аргументов может быть множество. Я не знаю, защита, например, границ южных, там, еще что-то подобное. Но, как бы, сложно судить, находясь здесь, там, что происходит на самом деле. Политика государства. Политика государства. К сожалению, не столь разбираюсь в глобальной геополитике, поэтому мне тяжело комментировать данный вопрос. Ну, а вот ваше мнение, должны мы там быть, не должны? Что мы там делаем вообще? Насколько я предполагаю, бывают две причины, по которым российские, ну, правительства, войска куда-то могут свои вводить. Первая причина – это защита экономических интересов. Вторая причина – это защита геополитических интересов. Я не знаю, по какой причине непосредственно с Сирией ситуация. И одна, и другая не подходит по Сирии. И одна, и другая не подходит, то, соответственно, наверное, может быть и не оправданно. Но я, к сожалению, просто не знаю, поэтому трудно говорить. Информация, которая в СМИ подается, она либо критикуется, либо просто информационная. А объяснительно никакой не идет политике. Я правда не знаю, ну, может быть должны, может быть нет. Я не лезу в политику, даже не смотрю новости, потому что я считаю, что новости показывают людям для того, чтобы повышать их уровень тревоги. Люди с повышенным уровнем тревоги легче управляются государством. Я не смотрю новости, чтобы не повышать свой, собственно, уровень тревоги и не управляться легче. Я думаю своей головой. Поэтому ничего не думаю о Сирии. Вообще не знаю даже ничего. Что думаешь о России? Ну, это была война в Сирии, но Россия. Я думаю, что это плохо. Джасси думает, что это плохо, что это вообще как бы не очень хорошо. Не должны мы там быть, да? Не должны. Говорит, не должны вообще никак. Должны мы там быть? Что мы там делаем? Зачем это вообще? Я просто не знаю. Ничего про это не знаете? То есть я знаю, что там какие-то в Сирии, там какие-то дела, там. Ну, разумеется, наверняка не должны мы там быть, потому что у нас своих дел хватает. Только проблем. Ну и проблем, да, то есть кто знает. Это все какие-то другие дела, которые проходят мимо меня. То есть я другим живу. А вы как считаете, должны мы в Сирии находиться? Я тоже не в курсе, на самом деле. Мне кажется, это все игра какая-то. И настолько все это проплачено. И я не знаю, непонятно, чем это все обосновано. То есть мне кажется, это просто, не знаю, как театральная постановка только с каким-то, с летальным исходом. Ну, лично, с моей точки зрения, это все как бы выглядит. Я не знаю, можно ли у вас такие слова вставлять. Можно, да. Ну, на самом деле, это меряне письками просто как таковое. Я не считаю, что это что-то большее. Я не понимаю, зачем там тратить огромнейшие деньги на сливание просто наших, ну, там, нашего вооружения, там, да, наших бомб и так далее. То есть, ну, это несоразмерные расходы, с учетом того, какая сейчас ситуация в стране. И да, я считаю, что это абсолютно необоснованно. То есть это абсолютно ничем не подкреплено, и нам там находиться вообще незачем. Можно было бы обойтись без этого. Я, к сожалению, не обладаю такой информацией, поскольку не заинтересована в таких новостях, стараюсь их избегать. Вот, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Ну, на мой взгляд, это просто противопоставление политики США. А что мы можем им противопоставить, если у них экономика на первом месте, а у нас на 40 каком-то? Да, все что угодно. Армия. Я думаю, это просто все направлено на то, чтобы запугать другие страны, хотя это никакого значения как такового не имеет. 50 на 50, наверное, так. Там большая политика, грязь, наверное, и вообще любая война, это очень плохо, я считаю. Ну, возможно, урегулирование какие-то... Должны ли мы там вообще находиться, вот ваше мнение? Ну, по-моему, если внутри государства происходят какие-то внутренние конфликты, то должно же быть какое-то вмешательство для урегулирования этого, если это само не происходит. То есть какая-то определенная сила должна быть для урегулирования внешне. А вот там Америка вроде как порядок наводит. Может быть, они пускай и наводят? Зачем мы туда лезем? Чтобы показать, что мы тоже имеем какую-то силу, чтобы твой авторитет проявить, как и Америка. А вам не кажется, что это вот слишком разные весовые категории? Мы с Америкой. Ну, в плане экономики, может быть, если рассматривать силы вооруженные, то мне кажется... Просто война — это всегда деньги. Деньги, да. Ну, на войну всегда деньги находят. Это на что-то другое денег не хватает, на войну всегда что-то находится.